Россиян приравняли к крепостным Осталось сечь на конюшнях за неуважение Господ Политика Власть 24 апреля 16.33 Россиян приравняли к крепостным Осталось сечь на конюшнях за неуважение Господ Первый обвинительный приговор по спорному закону лишь усилил критику гощиновников Сергей Оксенов Комментарии в просмотров 7484 На фото, элемент плаката «Не болтай», фото, советский плакат, Материал комментируют Дмитрий Аграновский Борьба российской власти с собственным народом вступила в новую фазу Закон, карающий россиян за неуважение к чиновникам Спешно принят и после череды скандальных высказываний госслужащих Наконец, заработал Суд города Чудова Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей Жителя города Малая Вишера Юрия Картежева за то, что он разместил на своей странице ВКонтакте текст Расцененный как неуважение к президенту РФ По мнению суда, это сделано в неприличной форме Оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность И выражающей неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ Публике оценить справедливость судебного вердикта трудно Так как указанная запись скачует по сети в видоизмененном виде Путин сказочный Какое именно слово скрыто звездочками однозначно понять невозможно Как уже выяснили СМИ, Картежеву 34-го года Он недавно освободился из колонии и пока не работает В том, что молодой человек не может найти работу Он винит власти В частности, президента за то, что он простил многомиллионные долги Киргизии И при этом довел страну, Россию Читайте также Кремль не повысят пенсии старикам Чтобы не обидеть нефтяных королей Сдерживание цен на бензин из-за неграмотных действий правительства Обойдется России очень дорого Отметим, что страница Картежева ВКонтакте пистрит Как его критикой власти по разным поводам Так и постами в поддержку молодого человека Россияне выражают солидарность с ним И обещают помочь собрать деньги на штраф Для этого Картежев опубликовал данные своей банковскую карту При этом Картежев не собирается ограничиться выплатой штрафа А намерен обжаловать решение суда Вплоть до Европейского суда по правам человека Он уже нашел для этого юриста в Петербурге О том, что в связи с новым законом у России Возникнут новые дела в ЕСП И ЧСП ранее предупреждал политолог Алексей Макаркин Особо отметим суммы, на которые теперь будут штрафовать тех Кто не уважает чиновников Даже первый штраф Картежева сопоставим со средней зарплатой по стране И наверняка превышает среднюю зарплату В сравнительно бедной Новгородской области А ведь рецидивистов по этой статье ждут штрафы до 300 тысяч рублей Понимают ли российские власти всю глубину предстоящего ей Благодаря этому закону конфликта с обществом Пока не ясно Возможно, они удовлетворены его действием Ведь теперь властям можно особенно не стараться Проявленное по поводу их работы Недовольство россиян будут копировать Наказывая на суммы, кратно превышающие их заработки Например, если кто-то посмеет резко высказаться По поводу падения реальных доходов населения За последние пять лет на 8,3% О чем стало известно сегодня Дать ему штраф тысяч в сто Сразу замолкнет Зачем развивать экономику Если можно просто обложить государственной данью излишне разговорчивых Принятый недавно закон на части напоминает известный указ Екатерины От 1767 года Запрещающий крепостным крестьянам жаловаться на помещиков Назывался он обытое помещичьим людям и крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков И о неподавании челобитен в собственные ей величества руки История возвращается Адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский предвидит Что из-за нового закона власть скорее столкнется с дополнительными проблемами Чем сможет повысить свой падающий авторитет В советское время был такой плакат Не болтай Что же, закон вступил в действие Совершенно на мой взгляд одиозный Абсолютно ненужный Посягающий на права и свободы человека С.П. Право оскорблять А как же авторитет власти? Этот закон нисколько авторитета власти не прибавляет Наоборот Все видит Что в власти нет обычного нормального авторитета И она добирает его силовыми методами Так что этот закон будет работать против власти Будет провоцировать социальное напряжение в обществе Особенно, если практика будет такая Какую мы видим в первом же судебном решении 30 тысяч рублей штрафа за высказывание В Новгородской области Где это случилось? 30 тысяч очень большие деньги Гораздо выше среднемесячной зарплаты Которая в России составляет сущие копейки Несмотря на то, что у министра труда Топелина Она беспрецедентно выросла С.П. Штраф Конечно Огромный Причем Для рецидивистов Тех Кто проявил неуважение дважды Сумма вырастет еще в 10 раз до 300 тысяч Но при этом высказывания тоже могут бить больно Я видел Что это за высказывание? Оно Конечно носит оскорбительный характер Но у нас ведь есть ответственность просто за оскорбление В рамках Коап Ее вполне достаточно Совершенно непонятно Почему отдельные должностные лица у нас выделены в отдельную касту Как будто у нас монархия Все равны А некоторые равнее Свобода слова требует Чтобы к таким высказываниям власти относились терпимее Это совершенно никак не повлияет на обстановку в стране А вот каждый такой приговор будет ронять авторитет власти Особенно сейчас Когда ее авторитет и так пошатнулся после целого ряда антинародных реформ последнего года С.П. Несмотря на возможные репрессии люди уже начали в сети обыгрывать эту ситуацию в сети Поднялась целая волна То, на что никто не обратил бы внимания Теперь у всех на виду Да, я заметил Наши власти постоянно наступают на эти грабли Так было с делом Пуссира Йот С болотным делом и ДР Они пытались напугать Но эффект был строго обратный Они никого не запугивают Но при этом выглядят сотрапами и полицейским государством Каким все таки Вынужден констатировать По факту они не являются Но такого рода законные решения принятые по ним Дают врагам нашего государства прекрасный повод настыкать носом Простой пример того Как это можно обыграть Россия истосковалась по настоящим выборам Да и комиков своих хватает похожая на сказку победа В большей степени заворажила нашу страну Чем соседей Проблема наших властей в том Что они уже готовы быть господами над нами Но мы быть их холопами не готовы Не то время У каждого человека в кармане смартфоны с феодализмом И крепостным правом это несовместимо Как бы ни пытались нам навязать такие законы Поэтому как добросовестный человек А не диссидент Советую его отменить Меньше будет проблем С.П. А парню то оштрофованному что делать? Это обязательно надо обжаловать И в европейский суд тоже Я бы еще и в конституционный суд обратился Хотя там понятно Какой будет результат Надо себя защищать При этом партнер компании Би-Эм-Эс Алексей Гавришев сомневается в удачном правоприменении новой нормы Маловероятно Что норма сможет нормально применяться В таких нарушениях вопрос Как правило Сводится к способу выражения неуважения И границы между мнением Свободой слова И использованием заниженной лексики Или иных действий Относительно общества Власти и государства Ключевым оценкам в таких ситуациях Будут подвергаться призывы Или скрытые призывы К подобным же действиям И способ передачи информации Например Публикация в соцсетях Приравненных По сути К СМИ При этом расширительное толкование Подобных инициатив граждан Снова остается на контроле Самих правоохранителей Новости России Медведев объяснил Как появляются керченские стрелки